Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 сентября. Святой благоверный князь Игорь Черниговский. Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браний за киевское княжение двух княжеских группировок – Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого, умершего в 1632 году, сына Владимира Мономаха, отсюда другое их наименование – Мономашичи. Ольговичи назывались по имени Олега Святославовича, 1115 год. Прозвано за свою горькую судьбу Гориславичем. Олег Гориславич был сын киевского князя Святослава, 1076 год, который участвовал в 1072 году в перенесении мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба. И вошел в историю русской церкви как владелец двух замечательнейших богословских сборников того времени – и сборника Святослава 1073 года и сборника 1076 года. В некоторых древних месяцев словах и сам князь Святослав почитался угодником Божиим, но особенно прославились два его внука – преподобный Никола Святоша, 1143, и двоюродный брат его – сын Олега Гориславича, святой князь-мученик Игорь Ольгович, 1147 год. Преподобный Никола Святоша, святой Игорь Ольгович, представляет два различных пути христианской святости в Древней Руси. Преподобный Никола, отрекшийся от мира и княжеских обязанностей, стал простым иноком и мирно почил, проведя почти 40 лет в монастыре. Святой Игорь, волей Божией вступивший в борьбу за киевское княжение мученическим подвигом, должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц. В 1138 году великим князем киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович, прадед святого Михаила Черниговского. Хотя его княжение длилось всего несколько лет и было наполнено непрерывными войнами, князь считал Киев своим наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю. Он ссылался при этом, например, Владимира Мономаха и говорил, как бы нарочно под задорием о Мономашече. Владимир посадил Мстислава своего сына после себя в Киеве, а Мстислав брата своего Ярополка. А вот я говорю, если меня Бог возьмет, то я после себя даю Киев брату моему Игорю. Но Бог гордым противится. Горделивые слова Всеволода, которого и так не любили киевляне, стали предлогом для возбуждения ненависти против его брата Игоря и всех Ольговичей. Не хотим быть в наследстве, решила Киевская Веча. Злоба и гордыня князя вызвали ответную злобу и гордыню киевлян. Святой Игорь, против воли вовлеченный в самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей ненависти. Грозные события разворачивались стремительно. 1 августа 1146 года умер князь Севолод, и киевляне целовали крест Игорю, как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву. Справедливо править народом и защищать его. Но приступив к крестной целовании, киевские бояре сразу же признали Мстиславича и с войском. Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря и Мстиславом Мстиславича. Еще раз нарушив крестное целование, киевские войска в разгар сражений перешли на сторону Мстислава. Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в Поруб. Это было 13 августа. Все его княжение продолжалось две недели. В Порубе это был холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей. Чтобы освободить из него человека, надо было вырубить его оттуда. Многострадальный князь тяжело заболел. Думали, что он умрет. В этих условиях противники князя разрешили вырубить его из заточения и постричь схему в Киевском Феодоровском монастыре. Божией помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве. Борьба за Киев продолжалась. Возбуждаемая гордыня, ослепленная ненавистью, ни одна из сторон не хотела уступать. Желая отомстить роду Ольговича и заодно и всем князьям, Киевская Веча год спустя, в 1647 году, постановила расправиться с князем иноком. Митрополиты духовенства старались вразумить и остановить их. Правившие в Киеве князь Езеслав Вячеславович и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны ожесточенной толпы. Восставшие ворвались в храм во время святой литургии. Схватили молившегося перед иконой Божьей Матери Игоря и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил князь Владимир и сказал ему Игорь, «Ох, братья, куда ты?» Владимир же вскочил с коня, соскочил, желая помочь ему, и покрыл его корзном княжеским плащом и говорил киевлянам, «Не убивайте братья!» И вел Владимир Игоря до двора матери своей и стали бить Владимира. Так повествует летопись. Владимир успел столкнуть Игоря во двор и затворить ворота. Но Лидию выломили ворота и увидев Игоря на сенях, скрытая галерея второго этажа в древнем киевском тереме, разбили сени, стащили святого мученика и убили на нижних ступенях лестницы. Ожесточение толпы было столь велико, что мертвое тело страдальца подвергли избиение и поругание, его волочили веревкой за ноги до Десятиной церкви, бросили там на телегу, отвезли и повергли на торгу. Так святой мученик предал Господу дух свой, и совлекся ризы тленного человека, и внетленные, и многострадальную ризу Христа облекся. Когда вечером того же дня тело блаженного Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, Бог явил над ним знамение Велико, зажглись свечи все над ним и в церкви той. На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона на окраине Киева. В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи своего брата святого Игоря в Чернигов и положил в Спасском соборе. Чудотворная икона Божьей Матери, именуемая Игоревская, перед которой молился мученик перед убиением, находилась в Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.